И чтобы вот такие вот туалеты были по всему городу. Популярнее его у Сурийски нет никого. Молодец, Италья Иванович. Вся надежда на вас. Председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Он блестяще пародирует официозную фальшь. И народ смотрит, вроде как бы и ждёт, и видит абсурд. Ха, вот они, где прячутся. Эээ, непривычно. Так, смотрите внимательно. Денег у него уже нету. Куда опасник начинают семеяться над властью? Для авторитарного режима. Наливкина задержали на улице. Ну они говорят, их сверху, блин, надавили на них администрация. Наливкин это власть? Конечно, абсолютно. Старался как мог. Кс-кс-кс. Привет, друзья. Мы на Дальнем Востоке, в райцентре Уссурийск. Честно сказать, мы в редакции довольно давно решили, что в отличие от многих коллег по Ютубу, выпуски про селебов мы делать не будем. Их и так полно. И интереснее нам всегда делать про явления и про события. Но нет правил без исключения. За председателем местного исполнительного комитета Виталием Наливкиным я наблюдаю давно. Потому что наши каналы примерно ровесники. И давно над ним ржу. Дело в том, что своих у шурицев я в беде не оставлю. И пока нет горячей воды, я буду греть холодную. Я всегда понимал, что это вымышленный персонаж, что это юмор. Но когда я узнал, что местная полиция, обидевшись на ролике Наливкина, на самом деле его арестовала, закрыла на пять суток, и что люди стали выходить на пикеты с плакатами «Свободу Наливкину», я понял – нет. Этот персонаж уже более чем реальный. И надо ехать в Уссурийск. Теперь от этого блогера больше никаких фейков не будет. Важная деталь. Ребята, которые снимают эти ролики, сейчас вы с ними познакомитесь, очень меня просили, чтобы мы не называли настоящего имени человека, который появляется в образе Наливкина. Ну и я согласился, поскольку для ребят это важно. Если вам интересно, вы это имя легко найдёте. Оно на самом деле везде есть. Я ребятам честно сказал, что на мой взгляд они перезагоняются. И вот почему. Даже если бы сейчас они захотели сами отделить исполнителя от персонажа, уже бы ничего не вышло. Потому что эти двое настолько слились в единое целое, в один образ, что они стали абсолютно неразличимы и неотделимы друг от друга. Я вообще в новейшей медийной истории России знаю только один случай такого стопроцентного на десять из десяти попадания в народный нерв, создания народного образа. Это Лёня Голубков. Помните из рекламы МММ? Но Виталий Наливкин, конечно, посложнее Лёня Голубкова. Во-первых, он начальник. Во-вторых, он не является ничьей рекламой. Он про нашу с вами жизнь. Вообще в городе нигде не найдёшь туалетную бумагу. Я вот сейчас последние два рулона купила. Первым, кому удалось взять ситуацию под контроль и остановить растущую панику, стал председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин. Почему у наших уссурийцев нет туалетной бумаги? Теперь я принимаю решение, чтобы она у каждого уссурица в каждом доме была. Сейчас он к вам выйдет, вас встретит. Вы же хотели встречу с ним снять и проведёт. Не люблю я всю вот эту постановочность, но давай, ладно, как хочешь. Давайте я вам сейчас скажу, он просто выйдет к вам, да и всё, а мы сзади постоим. И если встретить. Всё, видишь, ни шагу без продюсеров не делает уже. Ага, вот и он, в темноте. Дайте на свет выйдем. Здрасте. Добрый день. Рад познакомиться. У меня Алексей зовут. Рад увидеть вас. Ну, молодцы, что приехали. Город Уссурийский хороший город. Мы стараемся здесь соблюдать порядок. Так, а я не понял, мы что здесь делаем? Рыба. Какая рыба? Вы что за бред не слышали, а? Сколько людей уже провалилось? Сколько машин провалилось? Вам рыба дороже, чем жизнь. Вот это всё, это образ, правильно? Да. А насколько уютно уже в нём? Ну, я себя уже довольно-таки комфортно чувствую в этом образе. Я иду по улице, мне вот кто-то из людей обращается. Виталий Иванович, можно с вами сфотографироваться? Ну, без проблем, подходите, фотографируйтесь. Капец. Мой брат – ваш поклонник. Ну, давайте я вас, наконец, познакомлю с отцами-основателями, с авторами Наливкина. Это оператор Саша Анисимов, это сопродюсер Семён Вавилов и это главный продюсер Андрей Клочков. Все они трое в разное время работали на местном телеканале «Телемикс». И там понахватались вот этих вот ужасающих журналистских штампов, из которых, собственно, и соткан весь Наливкин. Он же весь состоит из банальностей, из банальных ситуаций, банальных подходов, банальных речевых оборотов. Решив наболевший вопрос, Виталий Наливкин заключил, что теперь жизни и здоровью воздвиженцев ничего не угрожает. И это и есть его главный метод решения любой проблемы. Взять её и довести до абсурда. Таким образом решить. Например, в городе воняет, потому что плохо работают очистные сооружения. Надо на всех столбах развесить освежители воздуха. Это приборы полностью автоматические. Срабатывают через каждые пять минут. Логично? Логично. Или в городе не хватает общественных туалетов. Значит, надо во всём городе расставить типовые деревянные кабинки МЖ. И чтобы вот такие туалеты были по всему городу. Логично? Логично. И люди на это реагируют, потому что они видят, что это реальная проблема и реальная, пусть и абсурдистская, попытка её решить. Честность. А на это ровно и есть сейчас запрос в Ютубе. Хоп! Сработало. Взорвалось. А сейчас, как говорили на телеке, я прошу убрать от экранов детей и людей с неустойчивой психикой, потому что дальше я расскажу вам действительно жуткую историю. Место, в котором я нахожусь, это заброшенный коллектор на окраине Москвы. Именно здесь следователи обнаружили человеческие останки. Все они принадлежали подросткам из неблагополучных семей. И у них и так в жизни всё было не очень. И вот такой ужасный финал. Кроме того, следователи нашли флешку, на которой было ужасающее видео. Некий человек в чёрном плаще тесаком убивает девушку. Всё говорит о том, что это место и видео с флешки связаны, а убийства носят ритуальный характер. Даже мне от собственного рассказа стало как-то не по себе. Слава богу, что это всего лишь сценарий нового сериала «Водоворот». Хотя легче от этого не становится. Я посмотрел несколько серий, и от напряжения действительно захватывает дух. Главные вопросы, на которые ищут ответ исследователи, кто же убийца и будут ли ещё жертвы. Тем временем главным героям, которые ещё и к тому же не могут разобраться сами с собой, грозит опасность. «Водоворот засосёт всех». Не могу не провести аналогию. Этот сериал можно назвать российским «Готэмом». Здесь нет ни одного полностью положительного героя. У всех есть свои скелеты в шкафу, которые рано или поздно дадут о себе знать. Русский неонуар наконец-то в кино. А точнее в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Именно там можно эксклюзивно посмотреть «Водоворот». А ещё несколько тысяч других сериалов и фильмов всего за 269 рублей в месяц. Но можно и бесплатно по этому промокоду. 45 дней подписки для всех новых пользователей. Подробности в описании. Вообще YouTube-канал давно очень существует у нас. Он был зарегистрирован мной ещё очень давно, когда не было никаких видеороликов. Мы туда начали загружать видео, когда поняли, что у нас их уже достаточно много и нужно как-то это всё оформлять в какой-то отдельный такой киножурнал. Были отдельные видеоролики, которые начались вообще без Наливкина и которые продолжились с участием Наливкина. Вот один из первых, ну, по крайней мере, первый, который выложен, это про барак. Да, про старый барак, да. Мы рады представить вам новый уютный жилой дом «Баракуда» с квартирами повышенной комфортности в живописном сухом районе 6-й километр. Значит, вот этот барак украшает наш город Уссурийск уже очень давно. И с каждым годом он становится… А это почти центр же, да? Это федеральная трасса, это центральная улица. То есть все, кто едут здесь через наш город, они всё это видят прекрасно. И с каждым годом этот дом всё красивее и красивее. И, соответственно, у нас он тоже был всегда перед глазами и возникла идея снять к 1 апреля замечательное видео, связанное с этим бараком. Какой-нибудь чем-то порадовать наших Уссурийцев, предложить им какую-то интересную, может быть, недвижимость. Узнаваемый фасад и эксклюзивная архитектура жилого дома порадуют даже самых изысканных ценителей современного строительства. А таких бараков много в Уссурийске? Конечно, хватает по городу, очень много. И более разрушенные, и менее разрушенные. Но этот барак не могут ничего с ним сделать, потому что документы на него находятся где-то в Москве, в Министерстве обороны, и городу он как бы и не принадлежит. Просторные планировки с панорамными окнами помогут почувствовать новый уровень жизни. Мы публикуем этот видеоролик в нашем местном инстаграм-паблике, в котором сидит весь Уссурийск. И мы видим такую бурную реакцию, такое обсуждение. То есть у народа полностью рвется шаблон. Кто-то начинает дико ржать, кто-то начинает недоумевать и задавать вопросы, пересматривать, за счет чего набираются просмотры. И этот ролик начинает тиражироваться по всем приморским пабликам в инстаграме. А потом мы наблюдаем такую картину, что этот ролик уже на всю страну смотрят. И в сообществе МДК, в том же, по-моему, если не ошибаюсь, он где-то там промелькнул. И столько комментариев там. Единственное жилье, которое я могу себе позволить. Это был самый главный комментарий. Жилой дом «Барракуда» – это территория вашей новой, комфортной жизни. Кто придумал Наливкина? Вообще, я бы так сказал, что Наливкина ввел я, но придумал его именно зритель сам. То есть, в принципе, вот эти вот сюжеты наши, и вообще весь проект, он не был завязан и зациклен на Наливкине. На Наливкина создали зрители своими восторженными комментариями, так скажем. Ты его до этого видел? Мы с ним однажды пересекались по рабочим моментам, когда нужно было вывезти мебель с одной квартиры на другую. Он был в бригаде, которая вывозила? Да, он оставил свою визитку. Всё началось с этой визитки, если я правильно понимаю. То есть ты занимался грузоперевозками? Грузоперевозки, переезды, профессиональные грузчики. И в какой-то момент ты познакомился с Андреем? Да. Я ему сделал два переезда, потом он мне предложил сняться в ролике. Как ты среагировал? Это же не самое обычное предложение. Ну, сняться, сняться. Ради бога, мне какая разница. Это будет очень хорошо, сказал. Я позвонил, когда мы начали снимать следующий видеоролик. Буквально за день до этого, когда мы перед тем, как приехать на школу, нам нужны были люди, которые изобразят рабочих, что там идёт рабочий процесс. Я позвонил ему, сказал, что нужно, например, нам человек пять рабочих, или сколько? Человека четыре, наверное. Сниматься в видеоролик. Да, Оливкин всё понял сразу правильно. Я взял с собой троих или четверых ещё, чтобы они изображали там работяков. Как была поставлена задача? Сделать школу, якобы заняться ремонтом школы. Вот. Ну, мы и занялись. Сейчас ремонт в самом разгаре. Все работы планируется завершить в максимально короткие сроки. По замыслу инициаторов, первые ученики здесь смогут сесть за парты уже 1 сентября этого года. Мы приехали, он приехал, переоделись, занесли реквизит, сняли. Получилось супер. А до этого ты снимался где-нибудь когда-нибудь? Нет. И в спектаклях не участвовал? Нет, никогда. Проблема в том, что денег нет, а школа нужна. Поэтому нам нужно уложиться в 400 тысяч рублей. А фишка в том, что здесь реально, вот посмотри, понастроили многоэтажек, а школы в районе нет. Это я всё правильно излагаю? Конечно, конечно. Именно так и есть. То есть очень густо заселённый микрорайон, где очень быстрыми темпами идёт строительство многоэтажек. А куда везти детей, то есть люди не знают. Когда мы показали сюжет про школу, куча звонков поступала именно в администрацию с возмущёнными возрастами. Вы что вообще творите? Вы над народом издеваетесь или как? Потому что все поверили в правдоподобность этого сюжета. И народ смотрит, вроде как бы и ждёт, и видит абсурд. А на тексте слышат, что всё нормально, всё в порядке. И начинают критически мыслить и звонить, спрашивать в администрацию. То есть вы что, совсем что ли кукухой поехали? Мы сейчас приехали на озеро, где снят самый популярный ролик, ну, не считая твоего ареста, самый популярный ролик про очистку этого озера. Из-за сильного загрязнения, излюбленное место отдыха уссурийцев – Солдатское озеро, уже который год непригодно для купания. Вернуть уссурийцам привычные места для купания решил председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Ну, видишь, народу много здесь постоянно. И не все есть порядочные такие отдыхающие, которые за собой убирают мусор. Приходится, ну, там, раз в месяц приезжать, проводить дезинфекцию. Первым делом решено было продезинфицировать воду Солдатского озера. Теперь здесь будет чистая вода. Никаких микробов здесь больше не будет. Если говорить про самые большие проблемы уссурийского, ты здесь 4 года уже живешь, да? 4-й год. Какие самые большие проблемы? Сейчас, в данный момент, проблема была с туалетами. Да, у власти намек, нужно установить. Из городского бюджета было выделено 250 тысяч рублей на закупку ста современных городских туалетов. Сейчас полным ходом идет их установка на центральных улицах города. Один из любимых наших роликов. Мы этот туалет сами колотили, колошматили в течение трех суток. А тема очень известная. Она имеет отношение ко всем городам, ко всем населенным пунктам, что нет туалетов в общественных улицах. Все, вот мы и решили эту проблему. Все ждут, дождались туалетов. По словам председателя, к началу летнего сезона новыми туалетами будут оборудованы все населенные пункты в уссурийском районе. Там уже в процессе сначала думали просто туалет, потом давай сделаем с двух кабинок, давай, говорю, потом давай стенку не будем делать, ну, чтобы интереснее было. Ну, и так получилось, что Наливкин как раз заходит, стены нет, начинает рабочего отчитывать, почему стену не сделали. Почему здесь перегородки нет? Как будут мужчины и женщины сидеть? Когда идея есть, додумывается, рождается в процессе, обрастает какими-то деталями сама идея, чтобы было интереснее, какими-то приколами, чем насытить ролик, там что-то сделать, там что-то, чтобы больше было интереса и веселее смотреть. Так, ролик про запрет на сбор грибов. Скажите, а где ваша лицензия на сбор грибов? Нет лицензии, без лицензии. Как это нету? Она должна быть. Он взят конкретно из какого-то принятого решения или какой-то инициативы о том, чтобы урегулировать вот эти бесконтрольные сборы, продажи и так далее. А здесь был какой-то запрет на сбор грибов реально? Не именно здесь, а вообще по всей стране. Да, что-то было такое. Была инициатива, что в промышленных масштабах нельзя продавать кучу грибов только для себя, и то по пятницам, в понедельник. В общем, что-то такое. Экологический ущерб государству превысил 2500 рублей. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Значит, ролик про блогера, который сеял смуту. Именно из этого подвального помещения осуществлялась деятельность популярного уссурийского блогера Марка Чернослива, со страницы которого регулярно размещались нелицеприятные материалы в адрес известных российских госчиновников. Это наш очень известный блогер под псевдонимом Чернослив. И взяли его образ для того, чтобы как-то его интегрировать в наши видеоролики. Пригласили персонажа, который исполнил образ, потому что он сам не публичный, город маленький, он старается не светиться. Чего думал, мы тебе не дадем, что ли? В смысле, я вообще думал, вы не настоящий председатель. Да мне какая разница? Теперь ты отсюда поедешь под статью. Расскажи, есть еще отличный ролик у вас. У вас здесь какая-то сопка, сопка любви она называется? Да. А почему она сопка любви? Ну, ворот прозвал-то. Видать, там постоянно влюблезные ходят. Некогда живописный участок городской черты Илюшина сопка или в простонародье сопка любви уже давно является складом промышленных и бытовых отходов. Там пытались сделать из сопки любви свалку. Ну, люди едут, чтобы не ехать на городскую свалку. Они раз туда заехали по Шурику, мешки покидали, свалили. Я туда привез две машины полных хлама всякого. Ну, якобы вывалил там и показал народу, что теперь здесь будет городская свалка. Люди сами выбрали это место. Поэтому мы решили закрепить это на законодательном уровне. Ну, буквально через два дня там поставили свалку. То есть власть реагирует? Да. Очевидный вопрос. Взаимоотношения Наливкина с реальными властями. Но поначалу он назывался председатель Совета районной администрации. Потом ребятам намекнули, что не стоит слово администрации ни в каком контексте упоминать, и Наливкин стал председателем исполнительного комитета. Но это при советской власти были исполком, и сейчас ничего такого нет. Но это не спасло от проблем с властями. Когда вышел ролик, сейчас он самый популярный на канале, про то, как Наливкин разоблачает взяточника полицейского полковника Андрейченко. Ну, вы, конечно, видели, у него под кроватью нашлись миллионы. Вот это что такое? А? Что это такое? Ну, ясное дело, небывалый случай у милицейского полковника под кроватью миллионы. ОВД обиделось. Выпустили заявление, что никакого Андрейченко у них не служит в Уссурийске, что все это фейк-ньюс. Потом всех продюсеров канала стали тягать на допросы. И в конце концов Наливкина задержали на улице, обвинили в нецензурной брани в общественном месте, и закрыли на пять суток. Я так думаю, что даже обиделись не уссурийские менты, а кто-то свыше дал распоряжение провести проверку по факту этого ролика и разобраться. Это из Владивостока? Может быть, Владивостока, может быть, даже еще и выше поставили задачу разобраться. А что это у вас там? Кто это там решение какие-то принимает, тут про нас что-то снимает, еще и смеется над нами. Без нашего ведома, то есть без нашего согласования и так далее. Все деньги Андрейченко держал в своем доме и уже планировал побег из страны. В настоящий момент подполковник Андрейченко находится под домашним арестом. Ну, я думаю, он уже осознал свою вину. Так, смотрите внимательно. Денег у него уже нету. Кто подставил этих книжек? Да кто тебя подставил? Я за тобой столько следил. Ага, следил. Короче, мы внутри самого популярного ролика про Наливкина. Это полковник Андрейченко, который хранил деньги. А где деньги, кстати? Что мы изъяли у него все? Короче, здесь никто не выходит из образа. Все денежные средства изъяты, и вскоре после пересчета они будут направлены в бюджет Уссурийского района. Мы выпускаем этот видеоролик. Этот видеоролик разлетается огромными тиражами вообще по всему интернету, Инстаграму, ТикТоку, по всем социальным сетям. Все смотрят, все смеются. Правоохранительным органам нужно, соответственно, как-то отреагировать на это размещение. А они давай смотреть, что ж там можно усмотреть противоправного. Находят там форму. Да, это тоже отдельная песня, потому что мы перестраховались. Мы убрали все нашивки, все шевроны из формы, там только, наверное, погоны. И то тоже спорная ситуация. Мы могли их фломастером нарисовать на картонке, там звезды из фольги вырезать и все. Они прицепились, увидели синюю рубашку, ну, в общем, штрафанули того персонажа, который был в форме. Да я вообще не пределат. Что мне хотите что-то предъявить, или что? Ва, пацаны. Как тебе роль полковника Андрейченко, расскажи? Маленько нервишек попортили. Да? Ну. Дергали на допрос потом? Да, конечно, там целый день провел. Было бы за чего там вообще. А ты как объясняешь, почему так среагировали? Ну, они говорят, их сверху, блин, надавили на них администрация. Начал там еще этот начальник угрожать, блин. Восемь лет. Я говорю, отдыхай, 8 лет. 8 лет за что? Ну, за то, что я форму носил. Да, ну, чушь какая. Ну. Я ему сразу говорю, отдыхай. Ты мне можешь 15 суток, говорю, дать. Все. Понравилось тебе в кино сниматься? Да, я даже, как говорится, честно говоря, и не понял. Мы же все приехали в отдел. Наливкин уже был там, актеры были там. Весь отдел пришел нас допрашивать. Ну, из личного интереса, так скажем. Не просто, что мы сидим там на допросе. Сказали оружие привезти, перевезли оружие. Откуда это, кстати, там же автоматы были? Ну, там страйкбол это. Да, на черном рынке купили. Мокрые стволы. У местных бандюков одолжили. Значит, вас допросили, придрались к форме, оштрафовали того, кто был в форме в ролике. Да, а самому Наливкину самое главное. Ничего предъявить не смогли. А как его потом закрыли? Очень просто. Подошли к нему на улице, сказали. Товарищ Наливкин, мы, конечно, все понимаем. Мы против тебя ничего не имеем. Но у нас задача сверху. Тебя доставить в отдел. Подписать пару бумажек. Поехали с нами. Все, без проблем. Он поехал и остался там. Он их знает прекрасно, местных полицейских. Они его знают. Ну, я понимаю. И они его доставили в отдел. Все, привезли. Он там находился целый день. На утро его повезли на суд. На суде ему сказали, что ты, дружище, матерился на улице. Тебе, наверное, пять суток дадим ареста. Как ты там провел время? Не знаю. Там даже сами прокуроры приезжали, проверяли, в каких условиях меня содержат, чем я питаюсь. Все ли у меня постельное белье есть. В душ ходил каждый день. Хотя там раз в неделю положено, а я каждый день ходил. То есть это все благодаря Наливкину произойдет? Молодец, Италия Иванович. Вся надежда на вас. Что я не делаю? Даже очки. Мои очки или твои? Мои. Ну-ка, покажи. А, ладно, это не мои. Популярнее его в Уссурийске нет никого. Стоит этому человеку выйти в магазин буквально, к нему сразу бежит толпа с ним фотографироваться. Он уже говорит, зачем вы меня сделали таким популярным. Ну, в позитивном ключе. Расскажи пару слов о себе. Ты откуда родом? Ну, Красноярский край, город Канск. Учился в детдоме имени Гагарина. Потом пошел, поехал в ПТУ, сколько там, два или три дня отучился. Ну, я просто смотрю, они предоставили жилье, это ПТУ. А в этой общаге, как она называлась, там каждый день с утра до вечера пьянки-гулянки, драки. Да ну нафиг, думаю, мне это все. И что? Поеду я заниматься своими делами лучше. А что с носом у тебя? Это я в детстве бахнулся об ведро. Об ведро? Ну. Отучился в ДСАФе, получил права, забрали в армию. А после армии? Ну, после армии, там как. Я думаю, это не особо интересно людям будет. Почему? Потому что у меня по молодости были проблемы с законом. Отсидел? Ну, отбыл. Отбыл? За угон, если я правильно помню. Ну, был и угон. Понятно. Отбыл, а потом? Ну, потом все. Занялся грузоперевозками. И так вот всю жизнь грузоперевозками занимался? Уже более десяти лет я занимаюсь грузоперевозками. И вот уже сколько? Четвертый год я здесь. Успел жениться. Сейчас женат или разошелся уже? Женат. Пока. Но с женой сейчас не живешь уже? Нет. Собираюсь разводиться с ней. Ну, мне зачем это? Мы вообще с ним познакомились в 2018-м. А. Вот. Сначала так жили, а в прошлом году в июне расписались. Понятно. И через полгода разъехались? Да. Можно сказать так, немного звездной болезни у него началось. А как это проявляется? Ну, во-первых, он начал всем хвастаться, что я такой Налифкин. То есть по улице с ним пройти вообще невозможно. Каждый второй, блин, с ним эти софи делает. Утомляет? Напрягает. Поэтому как-то вот… Из-за этого тоже у вас разводилось? Нет. Там совсем другая причина. Я не буду говорить, не буду порочить его. Личные качества? Да. Это что ли? Угу. Я вообще-то здесь только начал свою жизнь. Я сейчас с женой разведусь, и у меня начнётся совсем другая жизнь. Благодаря вот этим людям. Продюсерам? Да. Веселее жизнь начнётся? Ну, как веселее? Возможно. Вот типичный старый уссурийский дом. Посмотрите, какая была красота раньше. И типичное современное объявление. Помощь алкой наркозависимым. Переезд, грузчики, грузчики. Мы помним, что в своей прошлой жизни Наливкин был хорошо зависимым и был грузчиком. Так что всё это очень жизненно. Сам город разбит на семь районов. Есть с красивыми названиями. Междуречье, Семи ветров и так далее. И вся эта территория усыпана алкомаркетами. Их очень много. Что тоже типично для России. Кроме алкомаркетов, есть ещё очень много питстопов. Это местный фаст-фуд. Быстро подъезжаешь, хватаешь, ешь, уезжаешь. В основном это, конечно, шаурма. Но есть два слова, которые я не слышал в Центральной России. Это буртуч. Это шаурма с картошкой. И завертон. Это любая еда, которую тебе завернули. Важно, что Наливкин, он плоть от плоти. Он ходит по этим улицам, мимо этих объявлений. Взаимодействует с этими людьми и с этой действительностью. И всё это сразу узнаётся. Он свой. Причём, я бы сказал, свой он не только для Уссурийской, конечно. Начинаешь смотреть и понимаешь, что всё это типично и типологично для любого российского города. Вот так ещё совсем недавно выглядело водоснабжение в городке Воздвиженка. Из-за прогнивших труб и отсутствия капитального ремонта, в квартире жителей гарнизона вместо воды годами текла одна ржавчина. Это на полном серьёзе есть такая проблема. Есть у нас гарнизон Воздвиженский возле Уссурийска. И там люди просто страдают от постоянного ржавого водоснабжения. И фильтры не справляются. И нас давно просили, на самом деле просили снять именно про ржавую воду. Депутат Наливкин приехал и решил проблему ржавой воды очень... Перекрыл воду вообще. Радикальным способом. Железняков, перекрывай кран. Выполняю. Теперь никакая ржавчина, течь не будет. Там эта проблема, она годами не решается, потому что городок, он в ведомстве Министерства обороны находится. И там вот они не могут передать друг другу, то есть город, Министерство обороны, между собой разобраться не могут. А в итоге страдают люди, у которых просто горячая вода и холодная текут ржавые из крана. То есть это всё реальные проблемы? Это всё реальные проблемы, да. И вот выделение участков для молодых семей. То есть выделяют участки там, которым, в принципе, проехать невозможно. То есть, знаете, пожалуйста, строитесь. Да, а как туда доехать, никто не думает. Именуя все бюрократические проволочки, Виталий Наливкин представил семье Синицыных их будущий участок земли с готовой изгородью, общей площадью полторы тысячи квадратных метров. Мы очень благодарны за такую поддержку. И теперь, наконец-то, мы сможем заняться строительством. Эта история, которая там изложена, она вообще имеет какие-то реальные прототипы в жизни уссурийска? Я думаю, что да. Именно такие земли нам... Земли выдают, да. Особенно вот этот Дальневосточный гектар. То есть могут дать... А, то есть в Дальневосточный гектар. Да, его, как правило, выдают где-то там, где никакой цивилизации даже рядом нет. В качестве дополнительной поддержки семье Синицыных были вручены специальные подарки, которые очень пригодятся супругам в возделывании их долгожданного земельного участка. В роликах Наливкина решена, на самом деле, ещё одна очень важная проблема, с которой сталкиваются все непрофессиональные режиссёры и вообще любой человек, который начнёт снимать кино с непрофессиональными актёрами. Это проблема переигрывания всех вот этих... Какой сюрприз! Ну, вы понимаете. В случае с Наливкиным очень много действительно снимают случайных людей, случайных прохожих. Но они очень часто не знают, что они снимаются в юмористическом ролике и вообще в ролике. Они видят Наливкина, они даже если понимают, что это тот самый Наливкин из Ютуба, они часто не соотносят реальности с Ютубом и считают, что это действительно какой-то начальник, и ему можно пожаловаться на свои проблемы. И они начинают жаловаться, сами себя заводить, и всё это абсолютно искренне. Это просто ужас. Как дальше жить, мы не знаем. Работать тяжело здесь, находиться тяжело, воняет постоянно. Я правильно понял, что периодически на съёмках, когда Наливкин, ваша камера, ваша группа, люди, которые в этом участвуют, горожане не понимают, что они снимаются в юмористическом ролике. По большей части вообще никогда не понимают. То есть они считают, что это реальный какой-то начальник? Да, это просто очень сделать. Вот так вот говоришь, вот, женщина, здравствуйте, извините, вот сейчас вот депутат приехал, нужно будет сказать несколько слов и так далее. Вот, мальчик, нужно что-то сказать, прокомментировать. Вот ситуацию такую, ржавая вода, течёт из крана у вас? Нет. Вот, абсолютно. Люди говорят, понимаете, вот так вот мы абсолютно одного, второго, третьего. Люди обращают внимание, они видят какую-то движуху и все включаются. Вот женщина уже включилась, хотя она в принципе не знает, о чём речь идёт. Спасибо вам большое. Всего доброго. А к тебе подходят на улице, когда нет съёмок, просят решить какие-то проблемы? Там труба течёт или ещё что? И что ты говоришь? Ну вот, когда вот по городу устанавливали туалеты, ко мне несколько человек подошло и попросили, чтобы я ещё у них установил туалеты. И что пообещал? Ну я им сказал, что я займусь этим вопросом, ну пока ничего не обещаю. Интересно, конечно, задаться вопросом, почему Наливкин так выстрелил, почему этот образ так взорвал Ютуб. Ну можно начать всерьёз это разбирать, понять, в чём тут типология юмора, понять, что построена она на сочетании несочетаемого. С одной стороны Наливкин – бухой полугопник, с другой стороны он одет в хороший костюм и выглядит как власть. И вот это вот сочетание несочетаемого рождает комический эффект. Но, конечно, само по себе это бы так не выстрелило. Я считаю, что в совокупности Наливкин получился потому, что он блестяще, очень точно пародирует официозную фальшь, которая в огромных количествах льётся на нас с экранов, в первую очередь телевизионных, и которую на самом деле все различают, идентифицируют и от которой всех давно тошнит. Вот в Уссурийске есть мэр – Евгений Евгеньевич Корж. Человек, как говорят, очень закрытый. Мы несколько раз попросили об интервью, он нам отказал. Я с ним не знаком, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Но вот давайте посмотрим, как деятельность Коржа освещают на местном городском телеканале. На этой детской площадке на Блюхера глава округа обратил внимание, что игровое покрытие должно быть полностью резиновым. Модная ландшафтная галька может нанести вред малышам, отметил Евгений Корж. Не вообще убрать. Или резина, или дёрн, травочка. Сравним с Наливкиным. Прибыв на место, председатель заверил людей, что нашёл решение их проблемы. По его инициативе независимая оценочная комиссия пересмотрела степень износа жилого объекта. А это значит, что данный дом больше не является аварийным. Вот этот дом будет до зимы отремонтирован. Мне надоело это. Ещё одна вещь, которая очень точно пародирует телек, это называемые предложения в начале. Зажатые носы, закрытые окна и пустые улицы. О том, что в районе сахарного посёлка аромат далеко не сахарный, знает весь Уссуриск. Я ещё когда на НТВ работал, я их просто вырезал жёстко и всех за это дрючил. Потому что это… Ну, блин, это херня полная. Это же вот эти лекала, штампы, когда начинается что-нибудь с мелочей, а потом в масштабе рассказывается, о чём идёт речь. Вот сидит Алексей, мы бы начинали сюжет так. Чёрные кеды, синие джинсы и синяя футболка. Именно так мы ждали Алексея. Алексей Пивоваров впервые приехал в город Усссуриск. Гляньте, какой есть развесёлый детский центр в Уссурийске. Если же продолжать разговор про элементы смешного в роликах на Ливкино, то нельзя не вспомнить про ещё один ключевой элемент. Это, конечно, закадровый голос. Потому что он сразу вызывает у нас ассоциацию с сотнями региональных телестудий по всей России, включая московские, где вот ровно таким бесстрастным, слегка придурковатым голосом начитывают абсолютно все закадры и все репортажи. В Уссурийском районе проведён ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на повышение контроля за трудовой деятельностью мигрантов из стран ближнего зарубежья. Я в своё время про такие тексты говорил, что они программой Microsoft Word написаны без помощи человека. Ну, в данном случае это как раз человек, писал конкретно Андрей Клочков. Это тонкая работа со штампами, но ровно эта ахинея, произносимая на абсолютно серьёзных щах, роднит Наливкина с двумя другими легендарными проектами. Это, конечно, «Дружко Шоу» и «Реутов ТВ». Бурные потоки посреди городских улиц давно не являются для уссурицов непривычной картиной. Уже четвёртый год подряд в конце лета Уссурийск словно по одному сценарию ходит под воду… Или под воду? Под воду. Под воду. А власти города каждый раз оказываются бессильны перед лицом разгула стихии. Председателю исполнительного комитета Уссурийского района… И мне кажется, я буду скоро просто на память говорить эту фразу. Председателю исполнительного района Уссурийского района Виталия Наливкина. Скоро твой голос вообще будет ассоциироваться с Виталием Наливкиным. Он будет уже ассоциироваться. Если будешь начитывать какой-то другой новостной сюжет, то все будут ожидать, что сейчас где-то про Мелик. Он появится, должен появиться Виталий Наливкин. Я не знаю, что в голове у Андрея. Я не знаю, что на этот раз, с чем он приедет. Он просто приезжает с листочком, и я начитываю, не зная, что на самом деле, какие кадры, какие у него задумки. То есть он меня, наоборот, всегда настраивает на серьезный лад, что там все – скандалы, интриги, расследования, все серьезно. Давай, горячая информация с первых уст, серьезней. И мы это все читываем, репетируем, достигаем нужного накала, темпа. И в определенный момент, после десятого, может быть, и больше дубля, Андрей говорит, что все мне нравится. Расскажи, как съемки проходят обычно? Заранее звонят, говорят, что такого-то, такого-то или числа, либо дня будут съемки, предупреждаю сразу, на какую тему. И за эти два-три дня или сколько остается до съемок, я уже подготавливаюсь к этому образу. Каким образом? Как ты готовишься? Я уже знаю, на какую тему будет. Что там, например, задерживать кого-то нам придется, где-то какие-то стройки придется делать. Я уже все, подготавливаюсь, так образно представляю, что мне придется сказать. Вот, все, я уже готов. А ты как, ты репетируешь перед зеркалом, как актер, какие-то отрабатываешь движения? Ну, перед зеркалом нет. А так бывает, я лягу и сам себе говорю эти фразы, проговариваю так более-менее серьезно, чтобы все получалось, без опинок, без ничего. А ты текст запоминаешь или тебе просто говорят, о чем речь и ты импровизируешь? Ну, иногда импровизирую, иногда текст ребята говорят. Я запоминаю. Правда, что вы никогда не знаете, в какой кондиции он приедет на съемку? Абсолютная правда. То есть это сугубо от него зависит. А в какой кондиции он лучше работает? В зависимости от сюжета. Если нужно много говорить, лучше, чтобы он был трезвый. Если нужно кого-то жестко наказать, то вот это его состояние играет ему на руку. То есть да, он включается в образ и так далее. Товарищ организатор, где припасенная для Виталия Ивановича? Там. Там. Виталий Иванович сейчас будет сживаться в образ, в роль. Перед ролью ему необходимо бывает промочить горло. Охота крепкая? Да. Это для настроения. История такая, я никогда на такие вещи не соглашаюсь, никогда не ведусь, но тут особый случай. Меня позвали сняться в новом ролике с Наливкиным. Тут будет что-то про секту из-за вуду-магии, которой весь город всё время затапливает. Ну как дождь, так всё затопило. Понятно, что это только магия может быть. И я решил согласиться. Ну прикольно же. Поскольку ребят не хватает, они сами играют. Сами играют, сами костюмеры. Теперь самое основное. Виталий Иванович, будем жёстко врываться на эту съёмочную площадку. Будем жёстко врываться так, что нужно будет всех разносить, разматывать. Всё, готовы? Поехали, звук идёт, да? Рвёмся, вот они, вот они, вот они, вот они, Виталий Иванович, вот они. Ха, вот они, с***, где прячутся. Вы чё думаете, это вам так просто с рук сойдёт, что ли? Вот он сидит, главный. Ага, ещё, ещё, отыгрываем, говорим. Так, Железнякову ставь задачу, всех записать, на карандаш взять. Твоя задача – всех их переписать. Они у него сейчас сгорят на огне. Эээ, непривычно. Ничего, сейчас привыкнем. Человек-то всему привыкает, даже к петле. Обезвредив банду, Виталий Налиткин принял решение незамедлительно провести обряд по снятию погодного проклятия Сусурийского района. Вот, снимай, говорим, ругаемся с Железняком, говорим, что вот ты-то всё сделал. Ты мне говоришь, что ты делаешь свою хорошую работу, а они просто дымят. Чё это такое? Они даже загореться не могут. Просто подымили и всё. Дождь дышал. Чё ты? Да какой дождь? Ты должен был хотя бы предусмотреть этот дождь. По завершению следственных мероприятий было решено передать чернокнижников в руки уссурийских правоохранительных органов. Снимай общаться. Давайте, давайте. Всё, сняли. Встали здесь. Аккуратненько. Возьмем конвои. Ребята до конца пытались, чтобы для нас был сюрприз. Они говорили, что будет. Костёр для меня был сюрпризом. Я в какой-то момент подумал, что там бензин. Неприятно, да. Железняков – это ваш товарищ. Наш товарищ, да. Но он нужен по сюжету для того, чтобы Наливкину было с кем переговариваться, кому ставить задачу. То есть сам Наливкин не может играть самого себя в видосе. Должен быть кто-то. Кому он должен ставить задачу, либо кого-то разматывать. То есть с кем он разгоняется, от кого он отскакивает? Должны быть другие персонажи, кто его будет отыгрывать. Короля играет Свитер. Чего мне до сих пор в жалобу поступают? Теперь я тебе даю задачу, чтобы ты полетел. Каким образом вы превратились в помощника Наливкина? А как-то оно вот так перевернулось. Я из прораба, когда мы снимали сюжет про школу. Я походил по школе, мы с ним пообсуждали что-то. И из прораба я вдруг перевернулся в его помощника. По сюжету вот так перевернулось. А вот от вас требуется только кивать и говорить «да», босс? Как правило, да. Сложно? Ну, учитывая то, что я очень много времени работал и подчинённым, и руководителем на производстве, нет, не сложно. Как вам ваш партнёр, который Наливкин? Харизматичный дядька. Смотрите, какая прикольная приморская уссурийская деталь. Лоджии обшиты сайдингом, иногда металлом. Там внутри утеплитель, потому что зимой очень холодно. Ну и кроме того, чисто визуально это увеличивает жилую площадь. Вы будете смеяться, но и до Наливкина Уссурийск был центром непрофессионального дальневосточного кино. Здесь ещё в 90-е был такой абсолютно легендарный персонаж Виталий Дёмочка, который на свои деньги снял сериал под названием «Спец» про бандитов, которые специализируются на автоподставах. Ходили упорные слухи, что Дёмочка снял этот фильм о себе и своих друзьях на материале, с которым лично был хорошо знаком. То есть это было кино о братве на деньги братвы с участием братвы. Его стоит посмотреть, потому что там действительно есть запоминающиеся эпизоды. Что касается самого Дёмочки, то из Уссурийска он давно уехал, живёт он сейчас где-то в Центральной России, интервью уже 10 лет не даёт. Как я понимаю, сейчас абсолютно легальный, легитимный бизнесмен, но спеца до сих пор в Уссурийске вспоминают. Многие пересматривают, говорят оттуда цитатами и с гордостью показывают приезжим. Привет всем. А ты кто такой? Откуда ты взялся? Понаблатыкался там что ли в Челябинске? Ну, давайте посмотрим на количество просмотров. Можно, конечно, сказать по-хамски «пипл хавает», но с другой стороны «пипл» может выключить на пятой минуте, но почему-то хавает и хавает. Потому что это было очень реальное отражение действительности, не лакированное. Но Дёмочка действительно, что называется, каждый пишет, как он дышит, как он слышит. Вот Дёмочка это и делал. И можно сказать, что Наливкин в известном смысле ему наследует. Мы как раз и говорили об этом с ребятами о том, что надо стоять на плечах титанов. И у нас даже был такой тезис, почему эту тему решили закрутить, что есть Владивосток с его ежегодными визитами президента, с его Восточным экономическим форумом, четырьмя театрами. Один из них – академический театр драмы, в том числе театр оперы и балеты, приморская сцена Мариинского театра. Гергиев руководит. Но Владивосток не стал центром кинопроизводства. Маленький уссурийск. Вообще такой голливудский феномен. Причём всё это не то, что тут, знаете, какие-то кордильеры, какой-то Великий каньон. То есть все пришли снимать фактуру. Фактура хорошая. Нет. Просто самородки рождаются. Да нечего им здесь сделать. У нас в уссурийске хватает своих артистов. А эти пускай у себя в Германии поют и всё. А что у тебя сейчас с деньгами? Ты сколько сейчас зарабатываешь на Наливкине? Мне хватает. 15 тысяч я слышал за съёмку тебе платят. Ну, бывает и больше. Если у меня съёмки раз в неделю происходят, примерно раз в неделю, ну, там бывает и чаще, бывает реже. Ну, то есть 60 тысяч за месяц ты можешь поднять? Да. Ну, то есть уже нормально можно жить? Да. А сколько вы получаете? Нисколько. Мы достаем деньги со своего кармана, свои зарплаты, отчехляем за реквизит, рабочим, за технику и так далее. То есть тратим свои собственные деньги. Ну, подожди, у вас же сейчас уже появилась реклама. Я видел авиасейлс у вас. Да, но это вот только-только. Авиасейлс только-только она появилась у нас. Всё. То есть до этого каких-то денег у нас не было. И то, даже эти деньги, они только пошли на покрытие расходов. По части заработка денег мы пока ещё не можем оставить свои работы, чтобы полностью на фуллтайме снимать на Ливкино. То есть пока мы ещё работаем на своих основных работах. И на Ливкино… А у тебя какая основная работа? Я работаю на заводе. На авиаремонтном? На авиаремонтном предприятии, да. В системе, в службе безопасности. А сколько ты стратишь на роликах? Примерно от пяти до десяти-пятнадцати тысяч. Сейчас больше уже. В зависимости от сложности и дороговизны реквизитов. Это ощутимо, на самом деле. Ощутимо, конечно. Даже для той зарплаты, которую я получаю, например, на предприятии. Ты сколько получаешь? Я получаю около тридцати как раз тысяч. То есть ты треть зарплаты, получается, отдаёшь на творчество? Ну, это не единственный источник дохода. Наш же Госдеп спонсирует. Все же так думают. А донаты вам донатят? Донатят. Особенно, когда была история, когда он отбывал эти пять суток. То есть зрители там неплохо так подогрели. За счет этих денег мы смогли купить ему одежду новую, нормальную, телефон новый и так далее. Скажи, вот эта история с арестом твоим, она у тебя не поубавила желание заниматься этим? Нет. Наоборот, прибавила. Почему? Ну, народ как-то стал меня больше узнавать. Народ стал за меня стоять. Они прямо перед милицией стояли с плакатами «Свободу» Виталия Ивановича на Ливкину. Ну, в отдел полиции надо будет проехать. И с адвокатом. В отдел полиции. И с адвокатом вообще без полиции. Хорошо. С адвокатом поехали. Почему вы решили идти в пикет? А какие еще могут быть формы протеста адекватные? Я не знаю, какие еще формы протеста могут быть. Ну, в газете вы об этом написали все, что думали. В соцсетях обсудили. Что еще? С одной стороны, как бы все обсуждали дружно, какие идиоты уссурийские деятели полиции. Какие не идиоты. А с другой стороны, я думаю, что, может, наоборот, они очень умно поступили, потому что, мне кажется, это, наверное, спорная позиция, но мне кажется, что власть, по идее, не боится баррикад на улицах. Куда опаснее, когда они начинают смеяться? Куда опаснее, когда начинают смеяться над властью? Для авторитарного режима. Почему ты так всегда подчеркиваешь, что вы вне политики? Потому что на данный момент мы не заинтересованы в том, чтобы какую-то политику освещать. У нас тема социальная, а политики и без нас хватает в этом медиапространстве. Ну, знаешь, это лукавый ответ, потому что… Конечно, я ушёл от ответа. Потому что ржавая вода в кранах – это же тоже через один шаг политика? Ну да, это же критика идёт здесь. Ну, то есть, раз она многие годы идёт, проблема не решается. Не решается она кем? Властью? Упс, политика. Ну да, здесь мы можем ещё немножко на то отъехать, что, может быть, власть не видит и не слышит. Простых людей. Да, конечно. И мы помогаем простым людям достучаться до власти имущих, чтобы они помогли этим. Может, мы так сильно уважаем нашего мэра города, что хотим помочь ему увидеть реальные проблемы? Наливкин – это власть? Конечно, абсолютная. Законодательная, судебно-исполнительная. На одном из участков была зафиксирована попытка вброса подделанных бюллетеней в пользу одного из кандидатов на пост председателя исполнительного комитета. Теперь все бюллетени будем пересчитывать, все поддельные, чтобы их здесь не было даже рядом. Наливкин снялся в образе Путина 13-летней давности. Как это произошло? Сообщество МДК к вам обратилось? Да, они на нас вышли ВКонтакте, написали так и так. Есть предложение к вам поместить Наливкина на аватарку нашу. У них есть такая практика, что они очень медийных персонажей ставят себе на главную страницу в качестве фотографии. И они также к нам обратились, сказали, все, сфотографируйте Наливкина, потому что вы далеко находитесь. Так-то они сами фотографируют и придумайте какую-нибудь идею, где бы Наливкин смотрелся стопроцентно в своем образе и была бы какая-нибудь интересная задумка. Естественно, у меня сразу длилась задумка соотнести его с той фотографией, в которой находился Владимир Владимирович Путин, когда фотографировался. Потому что это очень известный этот образ, который отображает полностью все, который олицетворяет полную власть, полное контролирование всей ситуации. И, собственно говоря, это и было передано. А кто фотографировал? Местный наш фотограф, очень известный Анатолий Захарчук. Виталий Иванович, смотрим очень надменно, в вальяжно сидим, расслабленно. Как на проституток. Смотрим, как на проституток. Напряжен вообще, капец. Вы хозяин положения. У вас в руках сосредоточена власть. Нужно это показать на фотографии. Старался как мог. Да, да, да. Похож. И на Путина похож тоже. А тебе вообще Путин нравится? Ну, если честно, да, он молодец. Он много чего сделал хорошего. Ну, сейчас, возможно, у него своя какая-то политика. Почему-то народ его не взлюбил. Ну, мне он ничего плохого не сделал. Я его поддерживаю. А что думаешь про поправки к конституции? Есть мнение на этот счёт? У меня нету. Я даже с ними не знаком. Наливкин может переехать в Москву? Или всё его обаяние рухнет? Да он может всё, что угодно. Это же Наливкин. Для него нет неразрешимых задач. Конечно, может. Президентом Наливкин может стать? Может. У нас нет ничего невозможного. Вселенский же стал президентом. Чем он отличается от Наливкина? Ну, есть некоторые отличия всё-таки. Может быть, но незначительные. Ну, не знаю. А я бы, может, и проголосовал. Многие бы проголосовали. Все наши подписчики готовы за него проголосовать. Они уже за него голосуют. Они берут бюллетень, перечёркивают всё, что там написано, и пишут Наливкин. И скидывают потом нам эти фотки. Серьёзно? Серьёзно. Я говорю, я на выборы никогда не ходил. Самый частый комментарий. Но в этот раз точно пойду. За Наливкина буду голосовать. Депутат от народа. Позиции кандидатов распределились в строгом соответствии с волеизъявлением граждан. Да потому что мы всегда были за честные выборы. И никаких подделок мы не потерпим. Появилась слава, но это ничего не говорит о том, что надо как-то нос завышать, подымать. Я такой же обычный человек. Как был, так и остался. Но эта жизнь тебе больше нравится, чем предыдущая? Ну, в этой жизни, конечно, поярче стало. У меня больше друзей появилось, больше знакомых, больше общения с людьми. Если раньше как-то двигался чисто по заявкам, я считаю, жизнь серой была. Сейчас она просто яркая стала. Выпивать не думал завязать? Ну, а зачем мне это? Если тем более я знаю, что намечаются там либо съемки, либо там какая-то работа, то мне эта пьянка тем более не нужна. То есть у тебя мотивация появилась? Да. Вот они, владения председателя Наливкина, как на ладони. Ну, сейчас они уже намного дальше простираются, до западных границ России. Потому что, знаете, после его ареста число подписчиков на его канале удвоилось и сейчас продолжает быстро расти. Вы, конечно, слышали, друзья, что Россию считают страной хаотической и расслабленной. Но в том, что касается смеха, юмора и, главное, самоиронии, страна эта очень точная. И я бы даже сказал, безжалостная к самой себе. И в этом я вижу большую надежду. Знаете почему? Потому что известно давнее выражение. Смех разрушает страх. Мы постоянно слышим, что Россия запугана, все боятся начальства, все боятся силовиков и так далее. Но над Наливкиным и над всем, что она олицетворяет, мы не просто смеемся, мы ржем. И значит, мы разрушаем свой страх. То есть не все так плохо, друзья. Совсем не все так плохо. Это редакция. Комменты и лайки туда. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!